Вы били наших детей. Не смешивайте. В суде бывший педагог Олег Амнеподистов отрицал свою причастность к рукоприкладству. Кроме того, мужчина занял оборонительную позицию, говоря о том, что потерпевшие подростки лукавят с целью наживы. Почему к нам вы не позвонили ни разу лично? Почему вы к нам не приехали? Объясняю, почему я не позвонил. Потому что до меня та же Бибаева сказала, что слышала от вашего сына, как он сказал другим детям, что они хотят с меня поиметь деньги. По версии следствия предполагается, что Олег Амнеподистов наносил учащимся шестого класса удары рукой по затылку и в живот, а также коленом в области ягодиц. При этом периодически оскорблял кадетов. Подход у него оказался таким, что он физически применял насилие, можно сказать даже, за то, что ребенок не слушался. И нужны были результаты к смотру, например, какому-то, ну вообще в спорте, был рукопашный бой, например, у них соревнования. В качестве одного из потерпевших проходит сын Екатерины Фединой. После случившегося мама мальчика предпочла забрать ребенка из кадетской школы и переехать с семьей из Васильева в Сочи. У нас была там, ну, старевая, мы готовились к плац-концерту. Вот. У меня неоднократно развязывают шнурки, он это, Амнеподистов Олег Викторович это заметил, ну, и обрезал мне шнурки. По рассказам подростков, неустанные отношения длились с октября 2015 года по май 2016. Потерпевшими по делу проходят еще двое. Это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В частности, Амнеподистов, являясь учителем общеобразовательной школы поселка Васильева, органами предварительного расследования обвиняется в том, что он применял в отношении них насилие. На состоявшемся судебном процессе был допрошен один из ключевых свидетелей. На следующее заседание, которое состоится 27 марта, приглашены и другие участники процесса. Если вина Олега Амнеподистова будет доказана, ему грозит наказание в виде исправительных работ.